Можно получать удовольствие от того, что ты трогаешь свои интимные части. Кажется, мне приятно. А как оно? А что оно? А где оно? А почему оно? Нормально. И могут возникнуть такие фантазии, о которых вы даже не догадываетесь. Как об этом рассказывать? Ну вот, понимаешь, там любовь. Мы обсудили со специалистами детского отделения клиники К-31 Запад Вопросы, которые волнуют и интересуют каждого родителя. Что делать, если ребенок увидел, как родители занимаются сексом? Как реагировать на влюбленность ребенка в начальных классах? Что делать, если ребенок проявил интерес к детям своего пола? Это не детские вопросы. Присаживайтесь поудобнее. Ответы будут, ну, очень интересные. Меня зовут Маргарита Борисовна Гасаян. Я детский психолог клиники К-31 Запад. Работаю детским психологом уже около 6-7 лет. Потрясающий вопрос, потому что смотря с каким ребенком, да, смотря какого возраста и что мы понимаем под сексом, потому что для детей, например, 3-5 лет в первую очередь, наверное, сексуальное просвещение, это же вопрос в первую очередь об этом, стоит начать вообще обсуждать эту тему с изучения себя, со строения тела, да, с особенностей, которые есть у мужчин и женщин, да, потому что это именно тот возраст, то есть где-то 3-5 лет, когда ребенок начинает познавать себя, когда он может постоянно трогать свои половые органы, что зачастую пугает родителей, им кажется, что что-то происходит не так, и мой ребенок зациклен на этом, что обязательно он будет каким-то извращенцем или что-то подобное, да, но это, конечно, не так. Ребенок познает себя, познает свое тело. Примерно в этом возрасте, да, он понимает, что можно получать удовольствие от того, что ты трогаешь, да, свои интимные части. Это доставляет тебе действительно какие-то приятные ощущения. Иногда дети таким образом могут снимать себя какой-то психоэмоциональный стресс, да, накопленный в течение дня. Поэтому я бы сказала, что говорить, безусловно, стоит. Я бы вообще сказала, что это должно как-то в идеале, да, я сейчас буду описывать идеальную картину, возможно, такой и не бывает на свете. Но, наверное, здорово, если мы, в первую очередь, идем за желанием ребенка и за его интересом. Когда мы понимаем, что его заинтересовала картинка, у него появляется вопрос, как вот, мама, а что это такое? А вот в фильме там, если он случайно увидит, да, мы понимаем, что у ребенка возник интерес. А если возник интерес, то в целом он готов услышать ответ на этот вопрос. Но то, как мы будем отвечать на этот вопрос, тоже очень важно, да, есть же очень прямолинейные люди, которые так и скажут. Да, я бы с этим как-то была очень аккуратна. Да, потому что, вот, например, с трех, тоже пяти лет можно рассматривать картинки о физиологии, да, есть детские книжечки, очень хорошие. Любой родитель может найти ту книжку, которая у него как-то отзовется, да, которая ему будет казаться более приемлема. Это выглядит в качестве комиксов, интересных картинок. И ребенок играючи может это познавать. Причем, да, это не должно быть каторгой, это должно быть очень аккуратно, последовательно. Иногда даже формы игры и можно сделать. Если мы видим, что ребенок смог с вами посидеть 15 минут, и ему дальше неинтересно, мы аккуратно откладываем книжечку, приступаем, ну, там, к игре или к чему-то другому. Это абсолютно нормально, и можем вернуться к этому позже. Конечно, чем дальше, тем больше информации. Да, к примеру, когда ребенок идет в школу, да, наверняка он же должен знать уж точно, как называют, половые органы, да, безусловно. Потому что до этого времени у него будет куча различных медкомиссий. Конечно, его будут смотреть разные врачи, да, нельзя сделать вид, что у нас есть, там, глаза, у нас есть, там, стоматолог, который нас обследует, да, но у нас нет половых органов, например, да, и просто игнорировать их так не получится. Вот, поэтому, конечно, ребенок должен владеть уже какими-то минимальными, хотя бы, знаниями, это буквально откуда берутся дети, да, это нормальный вопрос, да. В подростковом возрасте, ну, это, понимаете, такая стадия, которую, вот, например, психоаналитики так и называют генитальная. Сейчас грубовато звучало, не стоит воспринимать это слишком буквально, да, но это и означает то, что это именно тот возраст, который ребенок уже созревает и более-менее уже приближается к тому, чтобы вступать в настоящие половые отношения. Да, то есть и в таком возрасте уж точно нужно знать, да, про заболевания, передающиеся половым путем, вообще, что такое секс, да, про согласие тоже очень важно, как устроены женщины и мужчины, что такое, да, менструация, что такое полюция. И это должны знать дети, как бы, разных полов, да, чтобы понимать друг друга лучше. Со всеми нужно быть осторожными, безусловно, тема-то деликатная, да, и то, как мы рассказываем, влияет и на то, как ребенок это воспримет. Я бы сказала, что, так как у нас разная физиология, да, у мальчиков одна, у девочек другая, то, конечно, мы должны сначала вводить в курс дела по поводу своей физиологии, да, и потом уже, чем отличаются мальчики от девочек. Это абсолютно нормально, да, про особенности, да, тоже строения тела, как раз книжечки, да, и все, что обсуждалось раньше. Вот, ну, тут видите, какая еще интересная штука есть, есть в том, как об этом рассказывать, да, потому что, и кто вообще должен об этом делать, да, кто должен рассказывать, как это преподносить. Появляется очень много стыда, причем взрослых, да, для детей это абсолютно новая тема. Вот они родились, познают мир, тут палочку нашли, тут веточку, то, что это за птичка, что такое за половой орган, да, для них это нормально, как бы все примерно, для взрослых, это какая-то тема, которая может быть связана со стыдом, да, поэтому как именно это будет, да, преподноситься, очень много, во многом зависит от взрослых. Ну, например, у нас же есть очень много стереотипов про мальчиков, да, мальчикам нельзя то, мальчикам нельзя сё, мальчикам нельзя плакать, и вообще ничего нельзя, да, что очень грустно. И я думаю, что в рамках сексуального воспитания, сексуального просвещения мы тоже часто с этим сталкиваемся, да, когда я сейчас ему не расскажу, я не знаю, чтобы он там женщин как-то не обижал, чтобы вот он там не пользовался как-то, да, там своей штуковиной, как любил говорить, да, или чем-то подобным, да, ну, потому что у родителей есть свои страхи, есть свои тревоги на основе своего опыта, и очень важно уметь отделить свой опыт, да, от того, чего вы учите ребенку. Это потрясающий вопрос, один из моих любимых, наверное, потому что у каждого специалиста вообще свое мнение. Я вот тот человек, который придерживается мнения категорически нельзя спать. Нет, есть моменты, когда ребенок болит, в ситуациях стресса, когда мы можем полежать, успокоить, там еще как-то, да, совместный сон. Ну, я думаю, что еще более-менее как-то это возможно до трех лет. С трех лет это нужно обязательно заканчивать. Как раз по причине того, во-первых, границ, да, которые мы обсуждали сейчас ранее. Если быть с ребенком постоянно, он не то, что кричать не будет, да, это же важно переживать маленькую фрустрацию. Только так мы учимся справляться с нашими эмоциональными потрясениями в течение нашей жизни. Чем старше становимся, тем больше фрустрации. Если у нас не будет опыта такого, да, когда мы можем справиться с фрустрацией, этот мир нам покажется слишком сложным и страшным. Ну, и с братьями и сестрами тоже. Особенно, если они разнополые, да, вообще лучше, как бы, если есть возможность положить по разным комнатам, если это одна комната, ну, ширмочка какая-нибудь, стенка дополнительная, всегда можно что-то придумать, да. Особенно в подростковом возрасте есть очень много различных семей, в которых там, ну, например, брат с сестрой спят вместе в одной комнате, там, например, ей 12, ему 17. Ну, я считаю, что это неприемлемо. У всех половое развитие, да, происходит как-то, все растет, развивается, можно как-то почувствовать себя не очень комфортно в этом. Личные границы все-таки очень важны для самоуважения тоже. Все имеют право на это приватное пространство. Вот. Поэтому я бы сказала, что как-то аккуратно и ненавязчиво лучше, чтобы у ребенка была изначально своя кровать, в которую мы бы укладывали. На что многие рейтли говорят? Понимаете, я устаю вставать. Это ж сколько мне нужно будет вставать раз за ночь, чтобы его успокоить? Ну, если вы решили встать на этот путь, то надо на нем держаться серьезно, потому что это и вам сделает легче жизнь, и ребенку сделает ее легче, и намного... Его развитие будет намного гармоничнее. Да, потому что зачастую совместный сон нужен только маме. А ребенку он не требуется. Ну, нет таких механизмов, что ему обязательно нужен был бы совместный сон. Нет. Знаете, я бы хотела, чтобы этого вопроса не было вообще. Потому что я бы хотела, чтобы ситуаций таких не было вообще. Надо начать с того, что, когда родители решают, что им нужно заняться сексом, они должны как-то это продумать, если у них есть ребенок. Нужно обязательно закрывать комнату, если это однокомнатная квартира, искать другие помещения, ванная комната, не знаю, снимать гостиницу. Вот прям в классической, знаете, литературе написано еще в начале 20-х годов. Мы можем увидеть кучу примеров и различных случаев детей, которые были свидетелями секса между родителей, и потом, что выливалось в невероятное количество неврозов, в их энурезы, в их страхи и так далее. Потому что они не понимали, что происходит. Потому что когда дети маленькие и слышат какие-то странные звуки, охи, ахи и вздохи, и может показаться, что папа бьет маму, например, или вообще что-то страшное происходит, у них могут возникнуть такие фантазии, о которых вы даже не догадываетесь. И поэтому, я за то, чтобы такие ситуации не происходило. Но если что-то подобное произошло, надо, конечно, понимать, в каком контексте. Что он увидел, были ли вы под одеялом, я не знаю, полностью голые стояли, в каком были состоянии, тоже важно, по возможности, конечно, все прекратить, быстро одеться. Я бы очень спокойно и аккуратно поговорила с ребенком о том, что ну вот, понимаешь, любовь. Это что-то такое, что может происходить между мамой и папой. И вообще, вот в рамках, например, обсуждения, важно упоминать, что секс – это про любовь в том числе. Что это не просто удовлетворение потребностей, нам просто приятно. Иначе это какой-то функциональный подход только для этого. Ну, на все надо реагировать спокойно, конечно, по возможности. Насколько хватает терпения у родителей, безусловно. Ну, первая любовь, особенно первая влюбленность, это же очень нежно, да, это так аккуратно. И мы должны понимать, что это вот какая-то личная жизнь ребенка. Это не всегда про сексуальные отношения. Ну, например, да, мальчик в первом классе хочет подарить девочке какую-нибудь валентинку или цветочек. Это не означает, что они жених и невеста, у них обязательно будет секс или что-то подобное. Это все фантазии родителей. Поэтому здорово, если вы покажете своему ребенку, что вы открыты для обсуждения, что вы готовы помочь, если ему надо будет. Если он захочет сделать открытку или как-то купить цветочек, ну, почему бы и не включиться в это? Но очень важно не доставать с вопросами, наверное, а как оно, а что оно, а где оно, а почему оно. Потому что чем больше вы будете давить на ребенка, тем меньше он будет вам рассказывать. Это закономерно, особенно с подростками. Это так работает. Поэтому реагировать максимально аккуратно, нежно, проявлять заинтересованность, но не излишне. Нормально, спокойно. Ну, мастурбаться нет ничего плохого. Это как бы такой хороший механизм тоже познания себя. Вот как раз дети начинают получать удовольствие. Вот он в три года что-то потрогал, такой, кажется, мне приятно. Кажется, да и как-то тревожиться меньше стало. Здорово. Надо потом еще раз попробовать, да, что-то подобное. Это абсолютно нормально. Это ненормально только в контексте родителей, которых это пугает. То есть мы можем видеть случаи, да, и вообще мы знаем случаи, когда говорят, что ты делаешь, я тебе руки отрежу и вообще, да, вот психоанализе, это прямо в суперклассическом есть даже феномен, да, вообще, который называется страх кастрации, да, потому что тебе грозят всю жизнь что-то отрезать, а потом у тебя почему-то возникают различные страхи, что что-то с тобой может там произойти, как-то ты не можешь нормально функционировать, например, да, в сексуальном плане. Как раз точно с этим связано. Да и вообще принимать какие-то важные решения в своей жизни и даже инициативу. Да, поэтому важно понимать тоже рамки, все хорошо, как бы, когда это в пределах. Если ребенок, как бы, мастурбирует на улице, я думаю, мы должны задуматься, что что-то не так. Да, наверное, как-то это не очень такое поведение, это демонстративно, да, иногда мастурбация, если она прилюдная, если она неконтролируемая, если она, скажем так, чрезмерная, то есть ребенок не может остановиться, конечно, это может быть симптомом навязчивости каких-либо заболеваний. В таком случае мы можем уже обратиться к врачу-психиатру. Не стоит этого бояться, просто проконсультироваться, да, вдруг все-таки это симптом какой-то. Да, вот у нас, например, в клинике есть замечательный психиатр, Киселева Юлия Алексеевна, да, мы с ней прям в очень хорошем контакте, в рабочем, да, если какой-то вопрос, она смотрит, диагностирует, если это не патология, то сразу ко мне, и мы так хорошо вместе работаем, стараемся успокоить родителей. Ну, она не в подростковом возрасте, это вообще, как бы, очень-очень-очень нормально, ну, потому что половое созревание идет вовсю, да, гормоны скачут, могут ли подростки вступить в сексуальные отношения сразу, ну, большой вопрос. Тут важно, я бы сделала акцент на том, как мы реагируем на это, да, важно не напугать ребенка, не показать, не пристыдить, показать, что, ну, да, мы не делаем это на улице, ну, потому что это какая-то очень интимная наша область, она такая нежная, и она ранимая, и как-то мы стараемся не повредить там ничего, не смущать других, возможно, да, то есть мы показываем, что приватность для этого важна, но это абсолютно нормально. Это очень острый, на самом деле, вопрос, и я думаю, что каждый специалист и родитель ответил бы по-разному, я считаю, что да, но тоже с большой оговоркой, проводить эти мероприятия должен человек, который очень хорошо в этом разбирается, во-первых, а во-вторых, который умеет разговаривать с людьми, вообще общаться, да, и с детьми в том числе, и которому самому не стыдно про это говорить, потому что я вам сейчас расскажу прекрасный свой опыт, например, как я училась в школе, к нам пришла целая делегация рассказывать нам про венерические заболевания, нас согнали в огромный актовый зал, и нам показывали фотографии там различных высыпаний, герпесов просто на весь экран, и, конечно, все после столовой были не очень рады этому видеть, начали отворачиваться, смеяться, смущаться, на что нам говорили, смотрите, смотрите, не отворачивайтесь, да, они пытались вроде как научить нас тому, чтобы, да, мы были осторожны в какой-то степени, да, чтобы предохранялись, но важных слов-то не сказали, они просто напугали всех, они вызвали некоторое отвращение, как мне кажется, в тот момент, то есть, если мы занимаемся сексуальным просвещением, мы должны быть готовы к смешкам, к различным странным шуткам, даже иногда пошлым, это нормально, таким образом, ну, дети снимают все напряжение, некоторые так реагируют на стресс, да, и ваша способность выдержать, это, конечно, это абсолютно нормально, это абсолютно естественная тема, как раз и помогает им также воспринимать это, поэтому это, знаете, это должен быть целый комплекс мероприятий, директор должен быть включен в это и нормально реагировать, зауч, человек, который это делает, другие преподаватели, да, а то они вот там сексуально просвещаются, придут все такие заряженные, а им какая-нибудь учительница, не знаю, например, по-русскому скажет, все успокоились, сели смирно, вообще больше никогда не смейтесь и ничего не обсуждайте, им будет сложно переключиться и перестроиться, конечно. Вопрос тоже острый, на самом деле, для многих родителей, вот для меня не очень. Тут еще важно, сколько лет, да, чаще всего, например, ко мне как к психологу обращаются родители подростков, да, приводя подростков, говорят, что она слушает группы какие-то странные, говорит, мне нравятся девочки, там, или наоборот, ситуация, да, потому что родители это очень пугают, они не знают, как с этим взаимодействовать, им непонятно, это веяние моды, что это такое, действительно, некоторые вообще воспринимают это как какую-то патологию, в целом, поиск своей идентичности, в том числе, не так, какой-то гендерной идентичности, и предпочтения, абсолютно нормально, это не значит, если девочке, показалась симпатичная какая-то девочка в 15 лет, это еще не значит, да, что обязательно она будет только в гомосексуальных отношениях, не значит, а может и значит. Вот очень много факторов, которые на это могут повлиять жизнь, поэтому в каждом случае нужно разбираться индивидуально, тоже не паниковать, надо понимать, что ваш ребенок, это ваш ребенок, вы его любите не потому, что он кого-то любит или предпочитает, он просто живой человек, и он достоин этой любви и понимания, поэтому тоже максимально спокойно, да, то есть максимально аккуратно мы говорим, солнышко, любовь, это прекрасно, чем я могу тебе помочь? Да, это будет лучшим, наверное, ответом в этом плане, тогда это про какие-то гармоничные доверительные отношения с ребенком, тогда он будет понимать, что с вами можно поделиться, если что-то произойдет, да, если его отругать, я думаю, что он не будет вам раскрываться. Хороший вопрос. Я думаю, что мы, наверное, начнем с младенцев, да, потому что их чаще всего, наверное, целуют во все части тела. Я думаю, что когда родители их видят, им нравится и внешний вид ребенка, он весь такой мягенький, весь такой хорошенький, он как-то приятно пахнет, я не знаю, для них, да, им хочется буквально съесть его аж от любви, да, но я думаю, что это понять могут только родители, да, остальным людям, наверное, будет казаться это диковато. Я бы сказала, что не нужно целовать, наверное, в губы, да, в различные наши гениталии и в попу. Все, все остальное, в принципе, там, щеки, лоб, например, даже какие-нибудь пяточки, там, ну, ручки, ну, в пределах допустимого. Почему? Он должен понимать, что это именно те зоны, которые принадлежат ему. Ну, то есть, если мы там целуем, щекочим или делаем что-то подобное, если ребенок говорит, ха-ха-ха, хватит, все, мы прекращаем. Иначе ему будет казаться, что вот эти вот особо чувствительные, скажем, на каррогенные зоны, что взрослый человек может делать с ними что угодно. И что мы получаем в итоге? Да, ребенка, который не очень понимает, как взаимодействовать, который может целовать губы, кого угодно, на улице придет, и для него это нормально вообще, а другие, скажут, что происходит вообще. Есть же люди, которые там и целуют там, и продолжают делать, что делали с младенцами лет до четырех, например. И тогда это уже приобретает совсем другой оборот, потому что мы получаем задержку психического развития в итоге. Получаем ребенка, который совершенно не социализирован. Это неприятно, мягко говоря. Мне кажется, что вот если обобщить все эти вопросы, все ответы на эти вопросы, можно прийти к выводу о том, что сексуальное воспитание нужно и важно, но должно оно проходить грамотно, продуманно и осуществляться тем человеком, который не боится об этом говорить, у которого у самого хорошее отношение со своей сексуальностью, у которого нет страха показаться каким-то не таким или непонятым, потому что только так мы можем показать детям, что это абсолютно нормально. Продолжение следует... Продолжение следует...